Всем привет! Сегодня мы познакомимся с новиночкой от DL Audio, усилитель двухканальный. DL Audio Barracuda 2 по 100 версия 2. Обращайте внимание на присутствие именно шильдика версия 2. Сейчас будет краткий обзор этого усилителя. Откроем его, посмотрим, то есть распаковка. И в дальнейшем я еще покажу, что можно подключить на этот усилитель, какие динамики на него можно будет повешать и вообще как его использовать. Соответственно, открываем коробку, встречает нас сверху вот такой вот толстый интересный кабель с таким вот разъемом, очень похож на интернет, но не для интернета, к сожалению, а, к счастью, вот для такого регулятора баса, то есть регулятора гейна, если по правильному, по терминологии. Соответственно, у нас он показывает вольтаж либо температура, переключается просто нажатием кнопочки и сам регулятор гейна. Для чего это сделано? Да очень просто, очень часто люди покупают любой двухканальный усилитель только лишь с одной целью, чтобы подключить какой-нибудь самый простенький бюджетный сабвуфер, который они там взяли зачастую с рук и, ну, надо, чтобы он от чего-то играл. Подключают двухканальник, но на простых двухканальников нет регулятора баса, здесь он уже в комплекте, то есть там бы они приходилось докупать, то есть тут все уже в комплекте. Дели, реально продумал эту тему, то что если будете использовать для подключения сабвуфера, пожалуйста, вот вам регулятор, вот вам кабель, все, подключайте, и пускай у вас этот пусть будет как для сабвуфера. Это вполне реальная тема, это будет работать. Оно для этого подходит. Запакованный, все четненько, сейчас мы с ним поближе познакомимся. Дальше у нас фирменная наклеечка, шильд DL, пахучка, саморезы прикрутить усилитель и пару предов. Если, не дай бог, вы будете подключать усилитель при этом, не отключив аккумулятор, замкните провода, и фишечка с проводами уже для подключения усилителя по высокому уровню. Показываю, как это делается. То есть, если в вашей магнитоле, допустим, нет выходов под колокольчик, вы берете вот этот штекер, включаете его, соответственно, вот сюда. Дальше у вас черный на минус, а вот эти по два, это высокий уровень, их подключаем, к примеру, вместо задних динамиков. Берем сигнал от задних динамиков, можете от передних, как вам удобнее. Тем самым приходит сигнал уже на усилитель по высокому уровню, он будет работать без вот этих колокольчиков. И все, и погнали. Так, взглянем поближе на эту панель, все бликует, так вот так вот. Соответственно, очень развитый фильтр, это прям плюс DL, то есть он работает как в режиме HP, как в Full, то есть все настройки будут идти с мафана, тут мы ничего не регулируем, либо LP Bumpass. Так вот, очень удобно настраивать, то есть у вас работают оба фильтра, и HPF, и LPF. HPF мы режем снизу, то есть от скольки герц будет играть динамик, а еще когда LP будем подрезать, LPF, то есть мы можем, если подключать среднечастотный динамик, мы можем верха отрезать, чтобы он работал именно в среднем диапазоне частот, не лез в диапазон пищалки, а пищалка уже, допустим, будет подключена от мафана. Дальше у вас есть выход, на еще один усилитель, input-вход, соответственно, Bass Boost, Gain, это под регулятор, и высокий уровень, пожалуйста, также шильдик V2. Ну, с этой стороны, думаю, ничего такого нового, просто у нас, соответственно, мостом подключения, это берутся вот эти крайние, плюс-минус, мостом можно подключить в 4 Ом и выше сопротивлением, но не ниже, пару предов, и, соответственно, заземление, рем и плюс. Так, ну, теперь давайте рассмотрим варианты, что можно подключить на усилитель 2 по 100, какие у него характеристики. Два канала в 4 Ом по 100 Ватт, 160 в 2 Ом и мостом 300 Ватт. Два по 100. Соответственно, какой-нибудь хороший фронт можно собрать на это дело. К примеру, если больше склоняетесь к качеству звука, то есть, чтобы у вас динамик не только середину отыгрывал, но еще какой-то мидбас давал, то рассмотрим вариант Light, ну, к примеру, 165, да, самый распространенный размер. И дальше к нему у меня сейчас пищалочки DL нет, будем использовать Pride Easy, тоже шикарная пищалка, кайфово играет. И два типа стаканчика, выбираем, какой больше нужен, это вот под врезку стаканчик, там, в панель, к примеру, можно врезать, либо внешний угловой, то есть, его никуда уже врезать не надо, он сверху ставится, там, на панель, в уголки зеркала, и так далее. То есть, берем пищалочку Easy и какой-то тип стаканчиков, смотря, куда будете устанавливать. Берете динамик, сюда, соответственно, приходит плюс-минус с усилителя, отсюда же плюс-минус берете на пищалку через конденсатор. Это первый вариант подключения, либо мы сюда подключаем плюс-минус от усилителя, срезаем уже усилителем отсюда вверха, чтобы он не лез в диапазон пищалки, а пищалку через конденсатор подключаем к маффану. Это второй вариант подключения. Соответственно, вместо этого ширика вы можете поставить распространенную там серию барракуда, пиранья, что у нас еще там есть? Ну да, барракуда, пиранья и грифом про, который 80 ватт номинал, то есть, среднечастотники. Также к ним вы также в пару можете поставить пищалку, хоть параллельно подключая, хоть отдельно пищалку от маффана, это чисто от усилителя. Это первый вариант. Либо вы можете взять, допустим, вот таких вот ширика два комплекта, то есть, наперед и назад подключить их от двухканальника, тем самым в 2 Ом их подключив, то есть, допустим, передние на левый канал, задние на правый канал параллельно, либо левая дверь это на левый канал, правая сторона это на правый канал. В 2 Ом коммутируем, усилитель и пищалки тогда уже от маффана подключаем. То есть, можно на двухканальник можно и 4 динамика подключить перед-зад, но с одинаковой настройкой они будут играть, то есть, если ставим ширики, то ставим ширики и наперед, и назад. Ширик и эстраду не получится поставить за счет того, что настройка будет одна и надо выбирать, чтобы динамик либо басил, либо не басил. Я бы выбрал такой вариант. Мне больше нравится, когда динамик хотя бы чуть-чуть панчет, то есть, это вот ширик на это способен и плюс, говорю, пищалочкой дополнить все это дело. Будет прям и громко и кайфово. Либо еще вариант, если вы двухканальник берете, чтобы подключить сабвуфер, я бы рекомендовал ставить пиранью. Тоже, если отдельно аудио все рассматриваем, 250 ватт, номинал, катушки 2 плюс 2, но коммутировать будем в 4 Ома, то есть, берем плюс этой катушки, кидаем перемычку, то есть, вставляем в минус другой катушки и оставшиеся здесь уже плюс, а здесь, соответственно, минус, мы тянем на усилитель и подключаем мостом, вот бридж написано, то есть, крайний левый берем и крайний правый. Подключаем, тем самым у нас саб скоммутирован в 4 Ома и у вас есть регулятор гейна с вольтажом и температурой. Ну, классно, все и погнали. Надо баса добавили, надо бас убавили, то есть, идет в комплект, ничего универсального уже докупать не надо, тут и пожалуйста, и вольтаж, и температура. Хорошее решение, то есть, вот вам сборка для сабвуфера, также этот саб можете поставить хоть в закрытый ящик подходящего объема, либо на трубе, либо на щели. Короба также есть все в наличии, пожалуйста, такая вот сборочка, то есть, очень универсальный получился двухканальник, акцент у Диэля был сделан как на использование его в виде, чтобы запитать, то есть, саб, либо на фронт, фронт и тыл, как вам удобнее. Все, обращайтесь, гром автозвук, ждем вас.